По информации мэрии, затопленными оказались 7 улиц, среди которых такие жизненно важные городские артерии, как проспект Победы и улица Татарстан. Причем под водой оказались даже те улицы, которые совсем недавно были отремонтированы. Подтопление новых дорожных объектов и прилегающих к ним улиц показана необходимость корректировки проектных решений в части организации водоотвода и выполнения соответствующих работ на данных объектах. Чиновники говорят, что коммунальные службы отреагировали быстро. За полчаса ливни приемники были очищены от мусора. Но под землей канализация остается, забитой илом и грязью. Сегодня Марказани признал, что эта часть городского хозяйства находится в неудовлетворительном состоянии. Очень важна работа оперативных бригад. Даже на новых дорогах, которые мы всякий раз объезжаем, не везде это проектные ошибки, где-то количество мусора. Поэтому нужно оперативно эти вопросы заранее держать. Никогда уже толщина воды полметра достигла. Очередной потоп стал одной из главных тем выходных дней в местных средствах массовой информации. Эль Сурмешин посчитал, что журналисты немного приукрасили происходившее на улицах Казани. В целом, большие скопления воды даже после такого огромного ливня носили локальный характер. И сообщения в СМИ о жутких потопах после каждого дождя пока, к счастью, были сильно преувеличены. С этой ситуацией справились. Несмотря на ливень, в этот раз не затопило ни одного пешеходного перехода, сообщили городские власти. В них выставлялось круглосуточное дежурство, чтобы быстро среагировать в экстренной ситуации. В службу «Открытая Казань» поступило более 200 обращений по поводу текущей кровли. Коммунальщики выехали по заявкам жильцов для осмотра. По словам чиновников, работы в домах ведутся. Марсель Нургатин, Дмитрий Рыженко, Телеканал Эфир.